Друзья, меня зовут Александр. Вы на канале Есть Вопрос. Сегодня поговорим снова про алгоритмизацию. Напомню, что на нашем канале вы видели видео про мышь Коби, про робота Ботли и также я снимал сравнение мыши и робопчелы. Так вот, друзья, в большинстве учебных заведений, которые занимаются алгоритмизацией, а далее робототехникой или математикой, есть эти помощники. И, собственно, дети с помощью них знакомятся с основами алгоритмизации. И в какой-то момент мы приходим к тому, что все уже поиграли и чем заниматься дальше. Поскольку очень часто мне задавали такие вопросы, я решил помочь педагогам и разработал несколько полей, а точнее комплект из пяти полей на разную тематику, которые, скорее всего, придется каждому по вкусу. Одни и те же поля подходят под всех трех роботов. Спросите, как это возможно? Все очень просто. Поля разного размера. То есть, покупаем комплект под то животное или насекомое, которое у вас, собственно, и есть. Давайте рассмотрим каждое поле по отдельности. Итак, поле для алгоритмизации фермы состоит из пяти клеток по вертикали и пяти по горизонтали. Педагог указывает начало старта, и дети начинают путешествие по ферме. А какие вы можете цели ставить перед ребятами? Можно попросить их проследовать по определенному маршруту. Например, давайте доставим овес для лошадей. Соответственно, Коби должен пройти по правильному пути и сперва взять овес, а потом отнести его нашим лошадкам. Таким образом, дети в игровой форме и занимаются изучением алгоритмизации. Кроме того, не забывайте, что у нас на ферме есть разные и разные животные. Мы изучаем, какие бывают животные, какие истории они попадают, какие бывают профессии. И все это с помощью нашей мышки. И все мы постоянно должны считать. А это математика. И все это в интересном и увлекательном формате. Давайте перейдем от поля алгоритмизации фермы к другим полям. Я расскажу поподробнее, покажу вам, что же есть там. Огей! Тысяча чертей! Представляю вам поле по алгоритмизации остров. Сейчас нам предстоит найти сокровища. Есть пират, который их спрятал и другие защитники этих сокровищ. Нам нельзя попадаться им в руки. Для начала педагог должен спрятать сокровища и обозначить клеточку старта. Затем Коби начинает путешествие по маршруту, обгибая различные препятствия, которые, опять же, указывает педагог. Итак, друзья, Коби дошел до сокровища. И я выполнил это упражнение. Точно также у вас всегда в запасе есть дополнительные плитки с препятствиями. Вы можете их расставлять, чтобы более визуализировать препятствия и задать более сложные маршруты для нашей мышки. Идем дальше, посмотрим, что еще у нас получилось. Итак, друзья, а теперь мы космонавты и будем изучать планеты Солнечной системы. Мы специально их подписали для того, чтобы педагог готовился намного быстрее к занятию, потому что дети завалят его вопросами. Мышку мы можем с вами нарядить в костюм. Соответственно, с помощью бумаги и клея создаем некий костюм, который одевается на нашу мышку, ведь там нет кислорода. Далее мы начинаем путешествие. Проходя каждую из планет, педагог рассказывает, что это за планета, чем она примечательна и другие интересные факты, по ходу дела придумывая различные ситуации. Дети, дадя до планеты, могут вам рассказать. Они же у нас не читают, во-первых, что это за планета, если они уже изучили этот материал, или рассказать какую-нибудь интересную историю. После чего вы можете дать им листочки, чтобы они изобразили свое путешествие. Давайте обратим внимание, что это поле больше предыдущих. Это размер 5 на 6. И мы увеличиваем размер полей, чтобы было больше интересных заданий. При этом размеры наших фигур оставались интересными для изучения детьми. Погнали далее, посмотрим. Итак, друзья, посмотрите, насколько интересное поле появилось на нашем столе. Размер 7 на 7 клеток. Это город, а в городе есть различные службы. Многие из нас живут в городе, и когда проезжает машина специальных служб, всегда обращаем на нее внимание. Сейчас мы можем сказать, что ребята, представьте, что вы пожарные. У нас ведь есть пожарная часть. А где-то в городе происходит пожар. Например, горит музей. Давайте довезем нашего Коби до пожара и потушим музей, тем самым выполнив эту интересную миссию. Или другой вариант, когда у нас есть преступник, который совершил противоправное действие, как это говорят официально. Теперь наш Коби должен выбрать себе профессию и задержать этого преступника, добравшись до него на крайнейшем дороге. Еще у нас есть с вами преграды. То есть, если первая команда достаточно быстро выполнила задание, а вторая более подготовленная и имеет больше опыта, вы можете с помощью преград усложнять движение до точки. Таким образом, ваши занятия станут намного интереснее. Да и сами дети придумают свои собственные миссии. Идем дальше, не останавливаемся. А сейчас у нас необычное поле. Оно соревновательно. Вы скажете, что тут может быть сложно. Две прямые. Если мы поставим двух роботов, очевидно, что это гоночный трек. И Коби имеет одну и ту же скорость, он быстро пробежит вперед. Но не тут-то было. У нас с вами есть фишки преград. Они вот такие. Бывают вот такие. И по прямой мы не дадим нашей мышке возможности добраться до финиша. Единственное условие, что обе команды расставляют одинаковое количество фишек. Вы даете эти фишки детям, чтобы они сами, пользуясь своей смекалкой, преграждали путь. Понятно, что вот так делать нельзя. Всегда должен быть коридорчик, по которому проследуют. В зависимости от того, какой возраст наших детей, мы подбираем больше или меньше преград. Это очень увлекательный соревновательный момент, когда мышь первая и вторая на перегонки добираются и пересекают финиш. Конечно же, иногда колеса мышки могут проскользить и, казалось бы, мышка не пересекла финишную черту, а зависла на половинке. Но ничего страшного в этом нет. Ведь все мы понимаем, что это погрешность. Если мышка хотя бы на половинку клетки наехала, считается, что она ее пересекла. Но опять же, мы учим детей стартовать точно с серединки и предусматривать различные моменты. Итак, друзья, подведем итог, что у нас входит в комплект. Это 5 полей, 2 карточки. Роботы в комплект не входят, потому что неизвестно, какое количество у вас и какое количество вам нужно. Это вы определяете сами. И карточки. Карточки с препятствиями. Вот так выглядят. Карточки с другими препятствиями, которые нужно объезжать яркими. Сокровища. Сундук. Преступник, которого ловит полицейский. Огонь, который тушат пожарные. Мальчик, которому нужна скорая помощь. И, собственно, на этом все. Вот такая большая стопочка у нас получилась. Все это пластик. Все это не сломается и останется с вами надолго. Но еще мы предусмотрели вот такую штуку. Этот комплект, если вы приобрели, все прекрасно, вы занимаетесь. Есть детские сады, у которых свои запросы и никогда ты не угадаешь, что им нужно. Мы думали-думали и, наконец, придумали. Сделать для таких садов... Смотрите, я сейчас все убираю. Вот так убираю, оставляю только нашу мышку. Вот такое поле. Вот так оно выглядит. Вот так оно поставляется. Оно сейчас в защитной пленке. И обратите внимание, оно прозрачно, большого размера. Оно полежит, расправится. И в чем фишка? В том, что вы имеете возможность самостоятельно заниматься с детьми. Допустим, вам нужно изучить английский язык. Вы можете на наших же карточках. Это пластик. Вы на нем, если напишите маркером, то он легко стирается. Допустим, изучаете английский язык, алфавит. Пишите символы английского языка, помещаете их под стекло и говорите, дорогие дети, вам необходимо изучить букву W. Пройдите от точки старта до буквы W и проверяйте, насколько они знают. Или какие-нибудь ноты. Или каких-то знаменитых людей, портрет которых вы поместите под это стекло. Таким образом, мы создали универсальное поле для тех, кому не нравится то, что делали мы. Готовый вариант. Ну, другими словами, для людей с особенными потребностями. Мне было бы интересно услышать, если у вас есть какие-нибудь другие роботы. Допустим, вы не используете мышь Кобби, робота Ботли. Что же вы тогда используете для изучения алгоритмизации? Может, какой-нибудь программный продукт. Напишите об этом, чтобы другие знали. Я почитал, и мне очень это интересно. Если вы недавно узнали о какой-то фишке и хотите ей поделиться, тоже пишите в комментариях. С радостью почитаю. С вами был Александр. Пока.